Сегодня мы поговорим о том, как антисемитизм повлиял на разделение таких движений, как иудаизм и христианство. Это очень важная программа, поэтому прошу вас, оставайтесь с нами. Равин Шнайдер. Это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Как иудаизм и христианство разделились? Иисус — это цель, о которой говорит еврейское Писание. Иисус пришел не для того, чтобы начать новую религию, а для того, чтобы объединить иудеев и язычников в одно, в Мессии. Отец хочет, чтобы еврейский народ понял, что вера в Иисуса — это не что-то нееврейское. Также Он хочет, чтобы церковь ценила еврейские корни своей веры. Божьи благословения и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы продолжаем обсуждать, как произошло разделение между иудаизмом и христианством. Я рекомендую вам заказать эту серию проповедей, потому что в них представлена очень важная и интересная информация. Давайте продолжим с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Сегодня мы поговорим о том, как антисемитизм повлиял на разделение движений иудаизма и христианства. Я называю их движениями, потому что терминов «иудаизм» и «христианство» нет в Библии. Эти термины не являются библейскими. Под иудаизмом мы подразумеваем последователей того, что записано в Ветхом Завете, или, как говорят евреи, в Танахе. Итак, иудаизм — это термин, описывающий сообщества религиозных евреев, которые строят свои отношения с Богом только на откровении и с Танахом. Иудеи, скажу это еще раз, слово «иудей» — это библейский термин. Иисус сказал «спасение» от иудеев. Но слова «иудаизм» не находятся в Библии, их там нет. Это термин, описывающий религию иудеев. Не всех евреев, потому что я тоже иудей, но я верю в Иисуса. Я следую не за еврейскими традициями, а за тем, кого я считаю царем царей. Согласно традиционному иудаизму, я еретик, потому что верю в Иисуса. Некоторые даже говорят, что из-за этого я больше не еврей. Но мы знаем, что Иисус родился как иудей, жил как иудей, праздновал Пасху. Все его ученики были иудеями. А вы знали, что в конце книги «Деяний» Павел говорит о самом себе? «Я фарисей из фарисеев». То есть Павел считал себя иудеем и фарисеем. Став христианином, он не перестал считать себя иудеем. Он считал себя иудеем, следующим за царем, иудеев, мессией. Итак, иудаизм — это не библейский термин, а всего лишь выражение, используемое людьми для описания религии иудеев в целом. Христианство тоже не библейский термин. Это слово используется для описания системы верований тех, кто поверил во Христа. Слово «Христос», конечно же, есть в Библии. Это греческое слово, означающее «помазанный». Когда я говорю, что «я христианин», это не имеет никакого отношения к тому, что «я иудей», потому что «иудей» — «я» по рождению. Иными словами, я физический потомок Авраама, Исаака и Иакова. Все еврейские мальчики, так говорит Библия, и так говорил сам Павел в послании к филиппицам, обрезываются на восьмой день. То есть иудейство или еврейство — это не система верований, а этническая принадлежность. Мальчиков обрезывают на восьмой день, потому что они — потомки Авраама, Исаака и Иакова. То есть евреями рождаются. А христианами не рождаются, а становятся, когда однажды вы решаете взять свой крест и последовать за Христом. Итак, слово «Христос» есть в Новом Завете, и слово «христианин» тоже есть в Новом Завете. Оно используется три раза по отношению к последователям Христа. А вот слово «христианство» в Библии — нет. Оно, как и иудаизм, является термином, придуманным людьми, чтобы описать тех, кто следует за Христом. Поэтому, надеюсь, я внес ясность перед тем, как говорить о том, что разделило христианство и иудаизм. И в прошлой программе я затронул важный вопрос, который стал причиной разделения между этими двумя движениями речь об антисемитизме. В 300-м году римский император Константин увидел во сне крест и сделал вывод, что теперь он должен вести завоевание во имя Христа. И он объединил свою страну под знаменами того, что он считал христианством. И тогда самым большим влиянием христианства, каким его видел Константин, был антисемитизм, потому что Константин был антисемитом. Он принял закон, запрещающий христианам иметь дело с иудеями, пока те не станут христианами. Вы только подумайте. Константин стал лидером христианства не в духовном, а в земном смысле. И вот этот всемирный лидер христианства, который являлся также антисемитом, вкладывал антисемитизм в сердца и головы тех, кого он приводил ко Христу. И получилось, что дух антисемитизма плотно вошел в христианство. Мы уже говорили с вами о других влияниях, о влиянии фарисеев, которые гнали Иисуса. Но это совершенно иное влияние. Это антисемитизм. Он пришел от так называемого лидера церкви, и таким образом христианство стало антисемитским движением. Мышление антисемитизма, которое принес Константин, со временем стало еще более заметным. Одним из лидеров церкви времен Константина был Иоанн Златоуст. Сегодня в католицизме есть церкви, названные в его честь. Иоанн Златоуст, который жил с 349 по 407 год, проповедовал то, что сегодня известно, как 10 проповедей против иудеев. Эти проповеди были пропитаны ненавистью к иудеям, что привело к разделению между христианами и иудеями. Он выплеснул столько ненависти к иудеям, что это привело к серьезному разделению между христианами и евреями. Даже во времена моего отца, когда евреи шли по улице, их называли убийцами Христа. Почему же так происходило? Из-за антисемитизма, который пришел в церковь благодаря Константину, Иоанну Златоусту и тому, о ком вы даже подумать не могли. Всем известному Мартину Лютеру. Мартин Лютер – отец протестантской реформации. Именно он отверг некоторые догмы католиков, как, например, торговлю спасением или индульгенциями и сокрытие откровений от людей. Мартин Лютер взбунтовался против этого и сказал, что спасение приходит только через веру. Он стал родоначальником протестантизма. Он сделал много хорошего, но со временем тоже стал антисемитом. Он говорил о том, что дома евреев и синагоги нужно сжигать, а раввинов избиваться. Это влияние Мартина Лютера распространилось по христианскому миру, и оно стало таким доминирующим, что во время Холокоста фотография Гитлера висела во многих церквях Германии. Почему? Потому что церковь была антисемитской. Если бы антисемитизм не занимал такую прочную позицию в церкви, то Холокост, убийство шести миллионов евреев нацистами, мог бы никогда и не произойти. Неудивительно, что сегодня евреи настороженно относятся к христианам, которые говорят, что любят их. Церковь принесла много вреда евреям из-за антисемитизма, и это привело к разделению между традиционным иудаизмом и христианским движением. Христианство было пропитано антисемитизмом, и этот антисемитизм стал причиной такого явления, как теология замещения. Возможно, вы встречались с ней в своей церкви. Теология замещения гласит, что обетования, которые когда-то принадлежали Израилю, теперь не принадлежат ему, потому что евреи отвергли Иисуса. Иными словами, обетования, которые когда-то принадлежали Израилю, были забраны у Израиля и отданы церкви, потому что евреи отвергли Иисуса. Это всего лишь одна из форм антисемитизма. В послании к римлянам сказано, что дары и призвания на еврейском народе непреложны. И отец все еще любит их, но в церкви часто учат теологии замещения. Людей учат тому, что Бог отверг евреев и не хочет иметь с ними ничего общего. Во многих церквях учат этому из-за антисемитских корней церкви, которые начались с Константина, передались отцам церкви, таким как Иоанн Златоуст, и дошли до отца реформации, Мартина Лютера. Я помню мой первый визит в Израиль. Я поехал туда с группой пасторов. Не буду говорить, из какой деноминации. Был один из пасторов, но он возглавлял одну из передовых церквей на Западе, из деноминации, которую вы все очень хорошо знаете. Он знал, что я еврей. Однажды мы обедали с ним, и он сказал, «Павел встретился с Иисусом, и потом от него пахло свининой». Это очень обидные слова для меня, как для евреи. Неважно, кошерная моя еда или нет, но это очень антисемитское заявление. Таким образом, он пытался сказать, что Бог уже не имеет ничего общего ни с чем еврейским. Все это уже в прошлом. Теперь Бог занят церковью. Если вас учили подобным вещам, то я молюсь о том, чтобы Бог освободил вас от этого. Бог имеет особое призвание для еврейского народа. Бог все еще имеет особое призвание для еврейского народа и для Израиля. И нам нужно относиться к этому с уважением. Павел писал, «Не относитесь надменно к корню, поддерживающему вас». Писание пришло из Израиля, и Иисус — еврей. Поэтому нам не нужно быть с надменными, а оценить то, что пришло к нам благодаря евреям и Израилю. Даже небеса будут еврейскими, потому что небесный город назван новым Иерусалимом, на воротах которого написаны имена двенадцати колен Израиля и двенадцати еврейских апостолов. Надеюсь, благодаря этой серии вы поймете, что Иисус не пришел, чтобы начать новую религию. Он пришел, чтобы исполнить закон и пророков, как он сам сказал в Евангелии от Матфея. Но поскольку человечество склонно все путать, сегодня многие люди живут в замешательстве, и мы с вами вернулись в самое начало и увидели, как появилось это замешательство. Не должно быть замешательства. Евреи должны понять, что принятие Иисуса это весьма еврейское занятие, потому что Иисус это исполнение 53 главы Саи. Он взял все наши грехи и понес их на крест. Все мы разбрелись, как овцы, и обратились на свои собственные пути, но Господь возложил на Иешуа все наши беззакония, и его ранами мы исцелены. Петр сказал, «Иисус — это тот, о ком говорил Моисей». То есть Иисус — это тот, о ком говорит Тора. Бог сказал Моисею, «Я подниму из вашей среды такого освободителя, как ты». Петр сказал, «Когда Бог говорил это Моисею, он имел в виду Иисуса». В Евангелии от Иоанна 5 главе Иисус сказал еврейскому народу, «Если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, потому что Моисей писал обо мне. Поэтому я очень хочу помочь евреям понять, что вера в Иисуса — это еврейское понятие, потому что Он — мессия, о Котором говорят пророчества». Иисус — это мессия и исполнение еврейского священного писания. Он сказал, «Я пришел не нарушить закон, а исполнит его». От церкви я хочу сказать, не смотрите на иудаизм как на чуждую религию, потому что вы родились из иудаизма. Иисус родился как еврей, жил как еврей, умер как еврей, умер на кресте, как царь евреев, сейчас сидит на небе, как лев из колена Иудина и вернется как потомок Давида. Поэтому уважительно относитесь к еврейским корням вашей веры. Не будьте антисемитами и не отделяйтесь от еврейских верующих. У церкви нет этой информации, поэтому они боятся иудаизма и пытаются преуменьшить его значение. Люди часто плохо отзываются о церквях, которые практикуют какие-то еврейские традиции. Они делают это из страха и неуверенности. Не будьте такими. Я предоставил вам всю информацию, поэтому примите правду, какой бы она ни была. Нам нужно взять крест, отречься с себя и последовать за Иисусом. А я предоставляю вам дух и истину. Итак, в ходе этой серии программ мы говорили о влиянии фарисеев, которые отвергли Иисуса из зависти. И так началось разделение. Затем мы говорили о заявлении Иисуса о том, что Он и Отец одно. Религиозное лидерство того времени не понимало, как человек может говорить, что Он одно с Богом. Это очень сильно расстроило их. Они разорвали свою одежду и назвали Его богохульником, что, в свою очередь, поспособствовало разделению между традиционной религией иудеев и Иисусом. Затем мы говорили о том, что в своем Евангелии Иоанн иногда использовал термин «иудеи в негативном свете», имея в виду не всех иудеев, а религиозную верхушку, которая отвергла Иисуса. Итак, мы рассмотрели Евангелие от Иоанна, а затем говорили о разнице между устным законом и написанным. Рассмотрели 7 главу Марка и Исход 24. Увидели, что большая часть устного закона — это всего лишь человеческие традиции. Но поскольку фарисеи времена Иисуса и современные ортодоксальные евреи верят, что устный закон пришел от Бога, а Иисус назвал его человеческими традициями, разделение между движением традиционных евреев и последователей еврейского мессии стало еще больше. Затем мы говорили о присоединении язычников. Когда церковь начала присоединять язычников, это вызвало еще большее разделение между традиционными евреями и церковью, потому что традиционные евреи не признавали близкого общения с язычниками. Бог положил этому конец, но евреи, не принявшие это откровение, еще больше отдалились от тех, кто его принял, потому что не считали общение с язычниками чем-то хорошим. Затем мы говорили о восстаниях, которые привели к разрушению храма в 70-м году и восстанию Бар-Кохбе в 132-м году. Восстания евреев против римлян привели к еще большему разделению. В этой серии мы затрагивали много разных вопросов, поэтому я настоятельно рекомендую вам заказать эту серию и изучить эту информацию. Если вы хотите изучать историю, то начните с истории церкви. Именно этим мы и занимались последние несколько месяцев. Я пытался упростить информацию и сделать ее благословением для вас. И в завершении я хотел бы сказать вам вот что. Я еврей, но нас смотрят и евреи, и не евреи. Послушайте, Иисус пришел не для того, чтобы начать новую религию. Он пришел, чтобы объединить евреев и язычников в Мессии. Наш Бог не только Бог евреев, Он Бог всех людей. И Он послал нам Иешуа, Мессию, чтобы привести всех нас к себе. Он любит вас и скоро придет за вами. Я также люблю вас. С вами был Равин Керт Шнайдер. Шалом. Как вы поняли, из этой серии все началось в Израиле, но и закончится все так же в Израиле. Иисус вознесся из Иерусалима, и Он вернется в мир через Иерусалим. Послушайте внимательно. Иисус не вернется, пока огромное число евреев не поверят в Него и не начнет молиться о Его возвращении. Вот почему Павел писал, если язычники были благословлены, когда евреи отвергли Евангелие, то насколько больше они будут благословлены, когда евреи примут Евангелие. Послушайте, когда еврейский народ примет Иисуса и начнет молиться о Его возвращении, то это поспособствует Его скорейшему возвращению. Недавно Господь открыл мне дверь для проповеди Евангелия в Иерусалиме. Более 500 евреев, не знавших Господа, впервые услышали Евангелие. И после моей проповеди 100 из них решили принять Иисуса как своего Мессию. Но без вас этого не случилось бы. И я хочу поблагодарить вас за вашу любовь и финансовую поддержку. Продолжайте инвестировать в наше служение. Бог дает мне прекрасные стратегии для достижения израильского народа Евангелия. Поймите, что их спасение связано с вашим спасением, потому что когда евреи примут Иисуса как Мессию, Иисус вернется, и мы с вами увидим Его лицом к лицу. Помните, Господь говорит, блаженны вы, если просите мира и Иерусалим. Но там не может быть мира, пока они не познают Иисуса как своего Господа. Служение узнавая еврейского Иисуса достигает евреев Евангелия. И нам нужна ваша финансовая поддержка для этого. Большое спасибо за вашу любовь. Шалом и да благословит вас Господь. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Дорогой Равин Шнайдер, большое спасибо за ваше учение. Иногда, когда вы заканчиваете программу, мне кажется, будто бы глаза самого Иисуса смотрят на меня с любовью. Слава Его Святому имени. Мир вам и вашим близким Синди из Вайоминга. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры 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 дообратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Мы хотели бы помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные наше молитвенная команда собирается каждый понедельник, чтобы молиться за все молитвенные просьбы. Продолжение следует...